Губернатор Алексей Русских начал заседание штаба по комплексному развитию региона с вопросов о коронавирусе. В настоящее время 1800 человек находятся на стационарном лечении в ковидных госпиталях, где развернуто более 3000 коек. При этом запасов кислорода в больницах достаточно. Общий показатель вакцинации населения региона составляет 70% от плана. Опираясь на условно-позитивную динамику, мы пошли на ослабление и радоограничительных мер. Но подчеркну, о полной отмене ограничительных мер речи пока быть не может. На заседании также речь шла о формировании бюджета Ульяновской области на 2022 год. По итогам презентации с коллегами из законодательного собрания и на основе анализа положения в отрасли ЖКХ принято решение зафиксировать минимальный объем ее дофинансирования в 2022 году не менее 1,5 млрд рублей. Уже в январе планируем дополнительно направить не менее 250 млн рублей. В Ульяновской области продолжается комплексная работа над ростом заработной платы. О ситуации по повышению зарплаты в Ульяновской области рассказал глава Министерства экономического развития. Заключено более 1200 соглашений о повышении уровня оплаты труда. Количество работников, которые затронут повышение, это 45 тысяч человек или 17% от занятых в небюджетной сфере. На сегодняшний день уже проведены переговоры со всеми крупнейшими сетями и крупными холдингами. На аппаратном совещании также обсудили ход реализации национального проекта «Оздоровление Волги». В этот проект вошло несколько объектов очистки в Ульяновске, Новоульяновске, Димитровграде, Барышей и Индии. Что касается города Ульяновска, здесь мы с вами сталкиваемся с проблемой как сброса самих загрязненных вод, так и очень сильными запахами, которые горожан отравляют и беспокоят очень сильно. На сегодняшний день мы уже завершили работы в Новоульяновске, построим очистные сооружения мощностью порядка 2000 кубических метров очистки. По проекту также была сделана станция ультрафиолетового обеззараживания в Левобережье. В Правобережье реализуется проект по очистке иловых масс. Стоимость проекта, завершение которого планируется в 2023 году, составляет около полутора миллиардов рублей. Регион получил возможность работать над задачей дальше. В конце декабря ожидается постановление правительства Российской Федерации о финансировании строительства очистных в Левобережье в сумме 2,5 миллиарда рублей. Цель всех проводимых работ – снизить объемы загрязнений Волги в три раза и избавить жителей от неприятного запаха в теплое время года. Комплексного результата удастся добиться к 2024 году, когда будут построены новые очистные сооружения. Результат будет, но этот результат будет после 2024 года, когда мы получим окончательную комплексную модернизацию всех очистных сооружений. Глава регионального министерства транспорта доложил о мониторинге зимнего содержания автомобильных дорог. В настоящее время подрядными организациями заготовлено более 500 тонн холодной смеси, которая будет использоваться в зимний период при устранении аварийной явности. И мы в настоящее время также приступили к утверждению планов на ближайшие две недели. Губернатор Алексей Русских держит на личном контроле ситуацию с отоплением на улице Ипподромной 4А. О мерах по решению проблемы рассказала руководитель агентства государственного строительного и жилищного надзора. Было установлено, что, как уже говорили о прошлых завещаниях, были внесены изменения в систему теплоснабжения самими жильцами, были установлены дополнительные насосы. И для того, чтобы исключить вмешательство в систему теплоснабжения, сотрудниками агентства было проведено 10 проверок по факту установления насосов. В 10 квартирах насосы либо отсутствуют, либо уже демонтированы. Губернатор Алексей Русских также поручил выделить средства для ввода в эксплуатацию бассейна в Ишеевке до конца года. В сентябре комплекс торжественно открыли с участием Владислава Третьяка. Но функционировать ФОК так и не начал. По сообщению Министерства спорта, бассейн полностью готов к работе. Минфин региона выделит 2 миллиона рублей на ввод объекта в эксплуатацию. На заседании также подробно рассмотрели обращение граждан о проблемах, зафиксированных Центром управления регионом. Информацию о том, какие спортивные мероприятия пройдут в праздничные новогодние дни на территории Ульяновской области. Валентина Никонова, Артем Куранов, Управда ТВ.